Скандальное ДТП в Горбатове. Сын местного мэра на Порше Каен протаранил школу. Удар был сильнейший, автомобиль восстановлению не подлежит. До этого молодые люди гоняли по городу с серьезным превышением скорости, как говорят местные жители, были пьяны. Но почему-то никто из надзорных органов этих гонок по городу и ДТП с участием сына мэра не заметил. Молодые люди почти не пострадали, особо не расстроились и сразу после аварии стали снимать то, что натворили. Надо заметить, что практически ни одного цензурного слова от представителей горбатовской золотой молодежи не услышали. Моя жопа прям вся в кровь, все горит, да я ебал, да ну нахер. И потом... Это он тормозить пытался, что-то? Наверное. Снес вот эти заборы-то школьные, и все. Машину на эвакуаторе забрали. И даже ни милиции, никого не было. Потому что все в тихушку произошло. Гаричников не вызывали. Из-за чего в тихушку произошло? Потому что папа мэр. Он с вечера носился на машине полдесятого по 200 километров по городу, а в восемь уже влезался, в восемь утра. Да ну, ***, ***, все по запчастям просто вылетело. Там бензин льется, ***, сколько, ***. Они летели со скоростью 200 километров, даже не затормозили, вот. Трезвые? Нет, ну разве можно трезво таким проехать. Так видели, у нас вот сторож вышел, посмотрел. Че они ходили, шарахались, ой-ой-ой, че они объяснят? Моя первая авария, поздравляю. Ну, сын был за рулем. Он сказал, ей помешали полицейские, если б не полицейские, мы бы нормально все было. Какие полицейские? Там лежачие полицейские, вот там. Там даже знаки поставили у нас. Они на них подскочили, видимо, да? Ну, наверное, они даже не затормозили. Тут срочно вызвали рабочих, все тут заварили, и все, все открыто. Часто у вас сын главы администрации на машине? Ну, часто, конечно. Сейчас все позволяют. Значит, все дозволено, раз так гоняют. Ни гаишников, никого вообще не вызвали. Конечно, разве мэру вызовем кто-нибудь? Конечно, они все просто боятся этого мэра. Не только сын у нас, главы города, сносил этот забор. И все так же мы, как говорится, нам восстанавливали, никаких претензий у нас не было по этим людям. Почему в то время вы не приезжали и не снимали? Может, потому что он пьяный был? А нас все остальные трезвые сносили. Вот прямо идеально трезвые ехали и сносили нам заборы. Он сказал, что восстановит, все сделает. Он все сделал, свое слово сдержал, все восстановил. Ну, жалобы-то никакой не писали? А на кого? За что мне жаловаться на них? Они все сделали. Вы сейчас видели, забор стоит. Стоит. Клумбы на месте, цветочки растут. Хорошо. А если бы там дети играли? А вот если бы, вот если бы были бы уже, то там было бы совсем все по-другому. Сам мэр Горбатова на вопросы о произошедшем отвечает довольно уклончиво. Действительно, ваш сын был? Да. Ну, за рулем. Честно говоря, мы приехали тоже, со слов, скажем так, жителей, да, приехали. Там была большая группа людей. Но Поршка это чей? Ну, ему он не принадлежит. Но собственность, насколько... Он живет отдельно, он взрослый человек. Насколько я знаю, у него собственность нет такого автомобиля. Это чей был? Я не знаю. А был он за рулем, да? А у меня не было с ними. Там была группа людей, когда он приехал. Ну, вы с сыном, наверное, разговаривали? Ну, лучше его спросить. Сына мэра мы, конечно же, тоже отыскали. Как это часто бывает, оказалось, что в тот момент за рулем машины был не он. Ну, трое нас в машине находилось в общей сложности. Ну, вообще, человек не местный был первый раз. То есть, я его позвал в гости. И там установили лежачие полицейские, которые не заметили. И я про них на самом деле не знал. Он тем более. Ну, и все. А с какой скоростью вы ходили? Ну, тяжело сказать. Не за рулем был. Да, водитель, конечно, был трезвый. Госпитализация не понадобилась никому. То есть, ну вот, все на лице. Да, поцарапался, он зеленкой помазал. Все практически прошло. Руководство школы прибыл на место. То есть, мы предложили пути решения данной проблемы. То есть, сошлись на том, что мы просто устраним. То есть, за свой счет будете выплачивать? Ну, да, конечно. Не выплачивать, а прямо устраним. То есть, найдем бригаду, которая все устранит. Честно говоря, в этой ситуации больше всего удивляет не то, что представители местной элиты всеми силами заминают ДТП и скандал. В этом нет ничего необычного, к сожалению. Удивляет позиция руководства школы, которая покрывает нарушителей и открыто заявляет, что пока дети не пострадали, до пьяных водителей, таранищих школьные заборы, им дела нет. Вообще сообщать о ЧП, а тем более о пьяных ДТП в правоохранительные органы – это обязанность каждого гражданина. И этому должны бы учить в школах. Но в горбатовских школах, видимо, учат чему-то другому.